После окончания занятий в кабинетах технологии швейные машинки не стихают. Разноцветные ткани сменяются полотнами цвета хаки. Учителя признаются, иногда забирают работу и на дом, чтобы проверить каждую деталь перед тем, как готовая вещь отправится на передовую солдатам. Шьём с любовью и с ответственностью. Вы знаете, на передовой нет чужих мужей, чужих отцов, чужих сыновей. Все они наши, поэтому шьём с любовью, с желанием победы. Это и общая, и личная история. У Ольги Шараповой добровольцем на фронт ушёл родственник. Помочь ему и таким же ребятам за ленточкой она может лишь тем, что умеет делать лучше всего. Я чувствую ответственность и чувством долга, выполняя эту работу, потому что из нашей семьи пошёл воевать племянник. Горда за то, что мы своими руками можем кому-то помочь и даже спасти жизнь. Такие подсумки и правда полезные подспорья для солдата на передовой. Сюда, например, могут поместиться носилки на стропах, фольгированное одеяло и трос для эвакуации раненых с линии огня. Они прочные и лёгкие. Выкройки и материалы обаянским мастерицам высылают курские волонтёры. Мы понимаем, что это реально сделать нашими руками, вложить туда свою душу и чисто по-матерински помочь нашим ребятам. Материалы нам предоставляли также фонд, который находится в Курске «Золотые руки ангела». Что-то покупали за свои средства, что-то нам приносили наши сотрудники. То есть мы друг другу передаём, что нам необходимо, какая ткань. Если у нас остаётся свободное время, мы вшили, уложили срок, собственно говоря. И ещё нам тоже люди помогают кто чем может. Вот наши коллеги из старых бабушкиных сундуков приносят нам ткань. Это есть отечественная ещё с лавдоповских времён ткань. И шьём мы, собственно, для госпиталей бельё. Сначала мастерицы отшивали стропы на машинках. Признаются, делать это было сложно. Затем у волонтёров движения «Золотые руки ангела» появилось специальное оборудование. И такая необходимость отпала. А вот подсунки сейчас очень нужны. И, как оказалось, делаются они достаточно быстро. Обаянские учителя мастерят около 30 штук в неделю. И уже успели передать в зону СВО больше сотни. Возможно, некоторые из них уже помогли спасти жизнь не одному бойцу на передовой. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня.